привет всем сегодня 16 июня 2024 года без 15 5 вечер нам обещают серию продолжительных дождей пока этого не случилось покажу то что сейчас цветет то что сейчас радует распустился это гибрид пион garden treasure такой красавчик ароматный столько бутонов него еще должно раскрыться он чем-то похож на бордела который рядышком распускается но бордела заметно выше даже наверное где-то метр двадцать а garden treasure ну сантиметров 60 или 80 по верхнему бутону здесь розочка дэнти без зацвела красотка кто-то там уже поедает ее coral charm я обрезала букеты покажу фотографии букетах вот еще остались немножко соцветия на этом пионе кредерик мистраль очень шустро набрал высоту рафл спешен розочку в таком состоянии а это маскаре тоже надеюсь успеет процвести от розы джет сет пока ничего нет кроме вот этого слизняка на одном несчастном побеге который я не срезала а надо было бы августа луиза расцветает таким хиленьким нетипичным для нее цветком королева швеции только собирается распускаться леди шалот уже распустила два цветка клематисты грифолия а все цветет видим принцесса маргарет тоже зацветает ну и блюфаю как сейчас очень многие показывают самое первое выдала цветение ячмень гривастый у меня очень сильно везде рассеялся когда-то покупала один костик кустик вот сейчас уже наверное кустиков 12 а то и больше и в розарии везде вылезает индис роуз который я посадила вместо спириту фридом так вот красиво набрала бутоны надеюсь прижилась не скоро зацветет а скаю опять же ячмень гривастый навалис обрезали на пень вот так сейчас выглядит бобилон айс маленькая розочка нам не уже давно растет но не превышает эти 30 сантиметров от земли естественно там какой-то жук внутри айсфогель тоже набирает высоту вечер тенджилл jubilee celebration тоже надеюсь увидеть ее цветение чарльзи дарвин все готовится расцветать ну вот сейчас покажу свой клематис президент или мультиблю он сейчас прям в полном своем раскрытии почти вот эти бутончики тоже скоро раскроются но к этому времени я все вот это должна обрезать и тогда он будет цвести более продолжительное время оливия раскрывается здесь забыла кто из глазков эден роуз пьер гранцар эден роуз пьер гранцар пьер гранцар все цветет даже завалился на топор лодж ну и golden celebration радует своим цветением на достаточно больном таком побеге который я потом обрежу потому что его вот уже нарастает новые скумпия кожевины даже у меня зацветет не зря я ее пригибала и прикрывала одним куском утрасила поздно и раскрывались почки но вид такой пушистый актинидия вся зеленая но плодов скорее всего не будет бузина black beauty вот сейчас в таком состоянии ортодендрон очень мощно пошел в рост я его подкармливала и обрабатывала по листу микроэлементами наутика вся тоже в бутонах как-то она прям совсем незаметно для меня наросла прекрасно цветет сейчас клевер подыгрывая вот этому клематису вероника астром тоже набирает свои соцветия но можно ему сделать как и сделает в прошлом году такой такой обрезку челсичок обрезать приблизительно вот здесь на спуститься сверху на раз два три розетки и обрезать тогда вот эти побеги цветут чуть попозже цветение будет отложенное но продолжительное также можно обрезать например флоксы и очитки сейчас пока роза гислинда филигон тоже наконец-таки пошла в рост здесь у меня растет флокс у забора и переднюю его часть где-то наверное одну часть одну треть кустами я обрезала на цветение попозже то есть сначала процветут вот эти задние побеги и передние не будут мешать потом обрежу задней и вот эти уже подтянутся с новым цветением покажу конечно если это все получится от рабуста нарастает от пня и фламинтанцы здесь плитку мне лежит не просто так а от ползущей малине соседей зацветает голдэлзе маленькая она у меня совсем дальше больше не растет зацветает джаз мишель бедросян номер один тоже скоро зацветет мишель бедросян номер три который я пересадила недавно из грядки тоже скоро зацветет и вот это по моему тоже мишель бедросян но номер два это он или нет нет это мадам де сталь вот мишель бедросян номер два на него надежды нет поэтому появился номер три шон бомзи расцветает шалфей карадона вот о чем я говорила ячмень гривастый тут и там вот так у меня цветет толпяк на своих тоже не очень здоровых побегах но вот два даже три побега его отрастает от пня на замену кровохлебки все под связала подвязала к палке чтобы не разваливались и нижние листья по земле которые все равно так или иначе распластались все подслигла такой вид кровохлебок более аккуратно становится готовники дженерис гарднер на опоре тоже скоро зацветет вот домен де курсон ну ветка одна обрезать надо отвалилась был бы хороший черенок так тут дельфиниумы ну даже так разорослись за два года у меня всего два было теперь тут уже квадратный метр дельфиниумов очень красивые конечно они барбарисы подрастают обрезанные на пень и еще вот тут тоже флоксы обрежу попозже половину куста гортензии неимоверно наросли и водосбор уже тоже пора срезать гортензии мощные конечно шлос ойтин нарастает все прекрасно пион это гибрид доцветает волжанка карликовая на пике своего цветения и вот это по моему вылицо с головы буквица кажется да а шла я показать пионы травянистый пион white ivory с него тоже были срезаны часть цветов букеты ну вот такое у него обильное цветение в принципе это пион в семнадцатом году я его покупала но пересадила сюда в двадцатом да очень ароматный и вот это вот травянистый пион обычной бабушкин как говорят тоже очень ароматный всего четыре цветочка но тоже потому что был пересажен очень ароматный ну и чубошник обработала я его оттли прекрасный красивый долго нарастал почему-то у нас еще один это гибрид пион canary brilliance надо успеть заснять хотя бы на память потому что дожди его явно испортит вот такой симпатичный компактный кустик ну я считаю что для тех кто выбирает какой это пион посадить можно взять вот покомпактнее canary brilliance или garden treasure или повыше пордзелла в принципе они друг на друга очень похожи по цвету но не по габитусу аспирин тоже зацветает орех манчжурский вот уже как после обрезки на роз сюда я подсадила из грядки рассадный кровохлебку вот она сейчас так уныло выглядит надо ее еще полить самшита наконец нет выкопали мы его на его месте пока камня но я думаю подсадить сюда гортензию бонфайр у меня есть еще один саженец все все хорошо с спирей который я обрезала и у монарды распускаются новые свежие листики скоро будут плоды проходим мимо клумбы с солнечными часами зацветает зацветает джон клэр пока нижний цветочек вот такой яркий обожаю эту розу джон клэр остинка пинстимоны хорошо сочетаются с гехерой с луками с кровохлебкой фантом гортензия нарастает харлокар и отцветает и зацветает мне кажется они хорошо сочетаются с джон клэр здесь меня попросили показать розу розенхольм как она сейчас выглядит вот проходим мимо монстр тут буду он пока сейчас в такой стадии и мэри роуз готовится так вот розенхольм он посажен у меня в двадцать первом году саженец из розы насколько я помню ну что сказать перезимовал прекрасно нарастает очень мощно столько у него побегов это единственная роза побеги которые я нормирую потому что здесь у меня растет сильно забываю джеймс головой прекрасный и поддавливает розенхольм джеймса головы я тут побегов пять наверное уже от розенхольма которые сюда стремились срезала потому что вот что он делает это просто лавина лавина цветов будет вот это вот все и один побег самый высокий на арке 2,70 она она что ли высотой и вот здесь вся стена тоже будет вся сторона арки будет в цветах и здесь еще я пригнула один побег вот сюда его завернула который тоже будет весь всыпан облаком розовых цветов ну конечно еще вам все покажу вода для птиц и мэри роз эостейсия или эостейсия вай вот так набирает свою мощь лаванда как-то у меня здесь плохо пошла не помню что за сорт в отличие вот от этой лаванды кентская хоть кентская меня будет радовать тизинг джорджи моя печаль вот в таком состоянии один был у нее базальный красивый побег да и тот был сбит дождем клэр мотен ну вот в этом году все ее цветение мазурик клематис вместе с розенхольмом молодцы и еще одна лаванда более голубой цвет у соцветий чем вот у этой лаванды тоже хорошо нарос кустик сегодня обрезала можжевельник модглоу немного подняла его крону открыла ножки и прошлась причесала но надо еще будет керхером его струей воды прочистить все внутренности то он как-то зарос и это очень неудобно руками это все вычищать я конечно пыталась но надо струей воды это все сделать клен фламинго вот такой пушистик и с другой стороны дерен бикантисимо ангела первые цветочки выдает вот тут же очень вкусная клубника она когда-то здесь разрослась и я не стала ее удалять отсюда а ну вот и балерина на рассадной грядке вот он опять же ячмень грибастой которому место не нашлось здесь он прекрасно растет и сеется вот например здесь черенки княжика у меня и я постригла очитки также на отложенное цветение или челсичок немножко эти черенки поели улитки но я уже обработала не улитки а гусеницы и покажу как обрезала очитки вот опять же среди чеснока этот ячмень гривастый базилик уже подрастает надо забывать его прищипывать здесь Джуди Денч вот такой у меня бутон красивый надо срочно думать куда ее высаживать и розы дафна хитклиф уже сколько я с него цветов срезала и букеты все расцветают и расцветают и срочно в рампе в миску в миску в миску в миску не миску в миску дрожат в миску 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 фон Такой уже оцветающий цветок в бутоне и в полном раскрытии. Слабый аромат есть. У Мехитклифа тоже есть слабый аромат. Нормировала сегодня побеги у Лаймлайта Гортензия. Много бы общипала нижней части куста, но можно было бы и больше, но мне как всегда жалко. Ставлю так. Котовник здесь бушует, лорозы пересажены в сравнительной недавней также зрядке Ларк Ассендинг здесь внизу раскрылась. Ну вот это тоже всё её побеги. Шатудова Маркус выдала первый цветок. Флорентина в этом году очень унылая, но есть базальные побеги. тысячелестник. Сюда был подсажен именно красно-жёлтый, потому что здесь розы. и жёлтая роза Ани Дюпрей, и Саммер Лодж, и кетчуп и горчица, и Флорентина, и Жар Птицы там дальше. Все в таких красно-жёлтых оттенках. Монарда тоже, кстати говоря, по-моему, красная здесь. Чиппендейл не красный, но прекрасный. И здесь набирает соцветия Шато Барберу. Так, пионы доцветают, Пампанелла вот-вот раскроется. Обойдём. Огромный шикос нарастила, просто неимоверно. А, вместо розы Сизар у меня теперь фонарь. Не помню, говорила я или нет, но я обрезала её на пень. Ответа никакого нет, поэтому пока фонарь. Я думаю, что, может быть, в этом году, может быть, в следующем просто куплю какой-нибудь мощный клематист типа мазурик, или зачеренкую мазурик и посажу сюда. Будет неплохо. Здесь астранция зацветает. Вот такая у неё тут ещё красота. Самарская лидия. Хорошо себя чувствует гортензия. И сегодня я обрезала его хакуру нишики. Покажу, какая она была. Ну и вот такая вот стриженная стала. Трава декоративная поднимается, мискантусы. Вот очитки, которые я обрезала. Вот для сравнения оставила раз, два, три, четыре веточки необрезанными. На первое цветение и на повторное срезала. На высоте, наверное, десять сантиметров от земли. Вот так. И просто зачеренковала, поставила в влажную землю. И опять же на рассадную грядку. Гортензии здесь тоже хорошо нарастают. Сейчас покажу очень интересный цветок. Сисельда Валанж японской розы. Вот такой. Прямо к ней надо присесть и любоваться. Такой маленький у меня саженец. Какого года он? 21-го. За три года вот такой только размер. Манжетка. Ну и скоро будет раскрываться Мартин Цаубер. И Ханс Геннивейн. Ой, а кто это у нас здесь такой красивый? А это Лавандр Пинотио. И сюда же я подсадила еще один кустик. Моя любимая роза Акрополис. Тоже с рассадной своей высокой грядки. Вот это первый Акрополис. А вот это будет второй. Айс Фогель тоже номер два. Достался мне в подарок от подружки. А это Шехерезада Японская роза раскрывается. Флокс шиловидный я постригла. Дала пространство. Это душевник Котовниковый. Здесь подрастает Вербена Банарская. Которую я выращивала из семян. Но что самое интересное, я сейчас повсюду нахожу посеявшуюся в прошлом году и зашедшую только сейчас в это время Вербену Банарскую. Сейчас покажу. Так что не только в Англии можно надеяться на самосев, но и у нас. Вот я ее повсюду нахожу, выкапываю и вот так подсаживаю. Ну конечно ни на что не надеюсь. Сам факт очень интересный, что она сеется. Очень-очень много я ее везде вижу. Все мульчирую скошенной травой, благо ее много и в компост достается и в розы. Пробираюсь через кущи, через гема Дженни Росгарднер, папоротники, флоксы, дельфинюма. Чтобы показать их красоту поближе и самой полюбоваться эту некогда. Счастья, здоровья и красоты вашим садам. Всем всего хорошего и пока-пока. Задавайте вопросы в комментариях, отвечу с удовольствием. До новых встреч!